Итак, сегодня мы разберем с вами ОГЭ по биологии. Досмотрев это видео до конца, ты узнаешь, как нужно подготовиться по биологии, чтобы успешно сдать ОГЭ. Первым мы должны с вами рассмотреть, что же изучает ботаника. Впервые вы изучали ботанику со строения водорослей. Водоросли входят в состав царства растений. И не только водоросли. Обратите особое внимание на папоротники и покрытосеменные. Голосеменные у вас могут встретиться в разделе, допустим, есть ли у них кора, двойное или оплодотворение. А есть ли у них вообще плод, да? Ну, помните, что плода у голосеменных нет, у них есть шишка. И даже если вам скажут, что у можжевельника есть шишка, ягода, да, ягоду акцентируют вам, то не смущайтесь насчет этого и говорите смело. Нет, никакой там нету плода, там есть шишка. Непосредственно плоды есть только у покрытосеменных растений. Что же касается проводящих пучков или же, допустим, механической ткани, то впервые механическая ткань появляется непосредственно у мхов, да? А это высшие спорофиты, да, непосредственно. И вот от них, начиная до самых покрытых семенных, все это присутствует. Фотосинтез на всех стадиях развития царства растений. Начиная от водорослей, заканчивая какими-то яблонями или же даже грушами. Фотосинтез есть везде. Единственное отличие то, что у водорослей нет хлоропласта. У них вместо хлоропласта что-то первичное, что-то почти совершенное, называется хромопластом. И вот фотосинтез возможен благодаря хлоропластам, да, то, что есть у растений высших. Но у водорослей, к сожалению, совсем все по-другому. У них есть что-то первичное, что-то доисторическое, до хлоропласта. Это хромотофоры, непосредственно которые участвуют в процессах фотосинтеза. Кроме того, стоит запомнить, что водоросли бывают одноклеточными и многоклеточными организмами. При этом вы должны вспомнить ту самую морскую капусту, ламинарию, которую вам предлагают в столовых. Как раз таки это многоклеточная водоросль. Не стоит их путать с теми водорослями или с теми растениями, которые растут в аквариуме. Как раз таки больше всего в аквариумах мы выращиваем с вами растения, которые вышли сначала из воды, а потом вернулись туда-обратно. Если вы хотите подтянуть свои оценки, гарантированно получить высокий балл на экзаменах и подготовиться к ОГЭ, переходите на наш сайт, ссылка в описании. Итак, давайте поговорим о следующем разделе ОГЭ. Это зоология. Весьма сложный предмет. Дело в том, что в отличие от растений, животные имеют свое разнообразие вообще в большом количестве. Начиная от каких-то простейших или протозоу, амебы какой-нибудь, инфузории, туфельки, заканчивая высшей цепочкой эволюции, млекопитающими или даже человеком. Да-да, человек тоже относится к млекопитающим и царству животных. Хотя Карл Линей считал немножко иначе. Итак, если мы будем рассматривать с вами животными, то мы должны установить с вами очень что-то общее между всеми этими живыми организмами. А в принципе это строение клеток. Дело в том, что у животных все клетки примерно друг на друга похожи. У всех есть ядра, у всех есть митохондрии, отсутствуют хлоропласты во всех живых организмах. Они не умеют фотосинтезировать. Ну что ж поделать-то, живые организмы должны чего-то избавляться, что-то приобретать. Но, к сожалению, все живые организмы, именно царство животных, вынуждены питаться другими организмами. Начиная от травоядных, заканчивая хищниками. Значит, непосредственно все животные классифицируются следующим образом. Есть у нас дохордовые и хордовые, или же беспозвоночные и позвоночные животные. Итак, те, кто относится к беспозвоночным животным, а здесь у нас очень большое разнообразие. В основном все черви плоские, круглые, кольчатые. Туда же относятся моллюски, насекомые или членистоногие всевозможные. Там ракообразные, паукообразные и прочее. А вот если мы переходим с вами через грань и переходим к хордовым или позвоночным, то там у нас появляются с вами ланцетники, рыбы, рептилии, земноводные, птицы, млекопитающие. Это все, кто относится туда. Итак, давайте посмотрим, что там, что там. Итак, только у червей кольчатых замкнутая кровеносная система. Если будем говорить о кровеносных системах. У круглых червей она вообще отсутствует, у плоских червей тоже ее нет. А почему их нет? Потому что все органы пищеварения располагаются достаточно близко ко всем непосредственным тканям и снабжают полностью все тело червя питательными компонентами, что приводит к тому, что отсутствие кровеносной системы не сказывается никак на их жизнедеятельность. Кроме того, если у вас спрашивают, к примеру, есть ли дыхательная система у круглых червей. Давайте вспомним, где находятся круглые черви. Круглые черви в основном представлены паразитами. Нематоды различные, аскориды и так далее. Эти как раз таки круглые черви живут там, где нет воздуха. А значит, если нет воздуха, значит нужно его искать где-то в другом энергию. Значит, они используют какое-то органическое вещество, в частности это бывает глюкоза, разлагают ее до 2 пируватов и при этом высвобождается энергия. Вот благодаря этой энергии эти непосредственные существа и живут. Если вы спросят, допустим, о тех же кольчатых червях, то давайте вспомним, где живут кольчатые черви. Во-первых, к ним относится достаточно большое количество разных представителей. Это малощетинковые, многощетинковые и, значит, представители пьявок, да, непосредственно. Все эти представители живут в открытом, значит, грунте, либо же водной, либо же в грунте самом живут, либо же где-то еще паразитируют. То эти все существа вынуждены дышать. Значит, какие-то формы каких-то примитивных, да, до легких, да, то есть присутствуют. Ну, легких самих нет. А есть клетки, которые способны дышать непосредственно. Это поверхность кожи, да, то есть кожный мускульный мешок этих представителей. Но все-таки есть. Дальше, если вас спросят про моллюсков, да, и уточнят, есть ли у них какие-то органы дыхания, то здесь можно сказать, что у моллюсков есть что-то наподобие органов дыхания. Я имею в виду сейчас брюхоногих, да. У них появляется вырост в мантиной полости. Это такой мешочек, да, с собой представляющий. Но многие биологи считают, что это уже легкие. Ну, к сожалению, это еще не те самые легкие. Это соприкосновение, грубо говоря, кожи с поверхностью воздуха. Иногда эту еще полость, значит, женские особи используют для вынашивания яиц. Да, яйца должны соприкасаться с воздухом и храниться в какой-то камере. Вот эта камера является и легкими, и кладкой для яиц. Можете рассмотреть такое явление у охотины, да, это африканская брюхоногая моллюск, который ползает везде и повсюду. Более того, я могу сказать, что вы часто ее встречаете у кого-то в качестве домашнего питомца. Если вы будете говорить о головоногих моллюсках, это кальмары различные, это сминоги, да, там каракатицы и прочее-прочее, то у них есть жабры, то есть они дышат с помощью жабр. А если мы рассмотрим двустворчатых моллюсков, это различные перловицы, там непосредственно мидии и прочее-прочее, то у них тоже есть жабры. Самое интересное, что иногда они их используют как фильтраторы для того, чтобы уловить какие-то водоросли и использовать их в питании. Это очень интересное существо. Значит, если вас будут спрашивать про то, есть ли какие-то органы выделения или же кровеносная система у членистоногих, то смело можете говорить, что есть. Конечно, есть, только у разных представителей она выстроена по-разному. Если вы возьмете ракообразных, органы выделения представлены у ракообразных с зеленой железой. Я думаю, что каждый из вас ел раков или же креветок. Открывая панцирь, вы видели зелененькое пятнышко. Вот это и есть что-то наподобие почек. Это тот орган, который выводит ненужные компоненты из тела ракообразных. Жидкие компоненты имеется в виду. Затем, если вы возьмете паукообразных, у них тоже есть сеть сосудов, непосредственно которые выделительные имеют свойства. Выделяются из крови ненужные компоненты и удаляют их через клаку. Если мы будем с вами говорить о насекомых, то там есть мальпигевые сосуды. Это такие выросты вдоль большого кишечника, которые также собирают все ненужное в крови и отправляют это все в кишечник, чтобы это потом все выбросилось. А что касается кровеносной системы, то тут очень интересно. Ракообразные, так как они являются первыми представителями в мире членистоногих, у них есть голова-грудь. И вот эта голова-грудь включает большое количество себя органов, в том числе и сердца. А если мы скажем с вами о паукообразных, эти представители занимают промежуточную нишу между насекомыми и ракообразными, то у них тоже есть голова-грудь, но сердце оттуда перемещается. И куда же оно перемещается? А в брюшко. Брюшко у всех пауков очень большое и вмещает большую часть органов в себя. А если мы будем говорить с вами уже о насекомых, то давайте вспомним. Насекомые уже делятся на три сегмента. Это голова, грудь и отдельно брюшко. Все органы делятся между грудью и брюшком. Но в большей степени, конечно же, все же брюшко. И вот в брюшке находится опять же сердце. Это говорим о тех, которые не имеют позвоночника. А что же говорить о тех, кто имеет позвоночника? Давайте рассматривать их в этапе эволюции. Вот помните, вам рассказывали, что была некая рыба. Она что-то бороздила по просторам океанов. И потом решила выйти на сушу. И вот потихонечку ее плавнички превращались в лапы. Она превратилась в какое-то некое подобие земноводных. Затем эти земноводные размножились в свое изобилие. И эти все земноводные решили эволюционировать в что-то более совершенное. Потому что все-таки кожа у них несовершенная была. Они не могли далеко от водоемов уходить. Им нужно было постоянное увлажнение. И тут им дает природа. Вот, пожалуйста, тебе чешуйчатая кожа. Она не влажная. Не требует сильных таких уходов. И вот они эволюционируют в древних ящерах. И потом эти ящери начинают эволюционироваться в дальнейшем. Превращаются в птиц. Затем часть ящеров придумывают о том, что они не хотят быть птицами. Они хотят быть млекопитающими. И становятся млекопитающими. Вот это краткая эволюция хордовых. Или же позвоночных. Что касается их строения. Ну, давайте рассматривать всех хордовых по этапу эволюции. И вообще о человеке. Я думаю, вам будет проще изучать мир хордовых через человека. Итак, мы смотрим на наш с вами организм и изучаем хордовых. Это проще всего. Дело в том, что в нашем организме каждый из вас знает, что существует легочная система, надыхательная, пищеварительная система, кровеносная, нервная и прочее-прочее. Порнодвигательная и много-много других систем. Так вот, эти все системы произошли не просто так. Они не появились только у человека. Они где-то кроются там, дальше. Точнее, раньше то, что было. И если мы возьмем с вами примитивное такое существо по нашим меркам, по меркам нашего организма, там рыбу, допустим, то у этой рыбы должно быть что-то, что напоминало бы нашу систему. Любую, которую мы взяли бы. К примеру, скелетная система. Смотрите, у рыбы есть мощный череп, который покрывается мощными чешуйками, и мы его практически частично видим у них на голове. А когда мы съедаем мясо рыбы, то мы видим очень мощный такой скелет. Скелет состоит из костной ткани. Есть хрящевые рыбы. К ним относятся скаты, акулы непосредственно. Почему хрящевые? Потому что вместо костей у них хрящи. Поэтому до сих пор не могут найти окаменелости целые доистерические акулы. Допустим, того же мегалодона, который является такой архи-огромной рыбой. Только зубы. Зубы имеют кальциевые вставления, поэтому как раз таки они окаменеют, и их нужно найти. Что касается наших костных рыб, то как раз таки здесь все проще. Есть кость, есть окаменелость. Что говорится о, допустим, пищеварительной системе. Если мы берем свою пищеварительную систему, то мы вспоминаем, что у нас есть. Пищеварительная система начинается с ротовой полости, где есть губы, где есть зубы, где есть язык. Дальше потом идет глотка. За ней пищевод, желудок, тонкий кишечник с открытыми всяческими токами, да, то есть поджелудочной железы. И, значит, из-под печени у нас есть такая маленькая железа, которая называется желчью. Вот непосредственно от нее тоже идет ток. И заканчивается это толстой кишечником и прямой кишкой. Что касается рыб, то практически это все у них тоже есть. У них есть рот, есть губы, есть язык. Вот, можете вспомнить страшное видео, да, где рыбак вылавливает рыбу, открывает ей рот, а там сидит какая-то мокрица, да. И вот там ужасы там все остальное, да, бывает. Вспоминайте, что если она там сидит, значит, есть язык 100%. Значит, дальше у нее есть глотка, хотя она очень такая суженная, непонятно, где она начинается, где она заканчивается, но она есть. Вот. И сразу же начинается огромный пищевод и желудок, да, то есть непосредственно есть желудок. Значит, после желудка должны быть кишки, да, тонкие и толстокишечные. Ну, к сожалению, у них нет толстого кишечника, поэтому это все называется прямая кишка. Кишка, вот, заканчивается она анальным отверстием или же клакой. Что же такое клака? Клака это то место, куда впадают несколько разных токов, в частности у рыб, соединены и, значит, выводящие из почек моча, да, то есть туда попадают, туда попадают векальные массы из пищеварительной системы и органы размножения. То есть, если это самка, у нее есть икра и вот икринки тоже туда попадают, это вот место, где все соединяется и выходит наружу. Если мы будем говорить с вами о кровеносной системе, вот здесь самое интересное, для всех хордовых это все разное. На самом-то деле, вот, допустим, если мы берем с вами рыбу, то у нее всего есть два отдела в сердце. Это предсердие и желудочек. Почему так мало? Рыба устроена очень просто. Для того, чтобы раскачать кровь по всему телу, достаточно одного желудочка, который бы, значит, создавал бы напряжение крови, то есть двигал бы ее, и одного предсердия, которое бы собирало бы эту кровь в другой части сердца. Этого достаточно. Круги кровообращения у рыб начинаются, смотрите, заканчиваются в предсердии, затем идет желудочек сердца, и из желудочка сердца идет кровь к жабрам, там она производит газообмен, и затем распространяется по верхней части самой рыбы, как бы обливая ее кровью, да, непосредственно с кислородом. Забирая углекислый газ, вынося ненужные компоненты биохимических реакций, насыщая питательными компонентами, возвращается это все в почке, фильтруется и в предсердие, и опять этот круг повторяется. Кровеносная система у всех рыб замкнутая, потому что это уже совершенные организмы. И дальше, давайте по эволюционной цепи идти, рыбка наша вышла на сушу, превратилась в земноводные. Земноводные. Как и рыбы, размножаются в воде, точно так же мечут икру, обладают наружным плодотворением, никакого внутреннего плодотворения не существует у них, вот непосредственно. И тут начинается самая магия, да, головастики, то есть первая стадия личиночной формы напоминает нам рыб. А что вам говорит, эволюция, они произошли оттуда, значит они должны чем-то похожи быть. Затем эти головастики или личинки превращаются в взрослую особь, и взрослая особь уже ведет свой образ жизни, совсем отличающий от предыдущего. Итак, что же у наших лягушек, так называемых земноводных, значит, или же амфибий, можете по-разному их встретить в интерпретацию, но тем не менее, помните, очень важно, у них тоже есть сердце, они тоже с замкнутым кровеносным, значит, кругом или кругом кровообращения. Но единственное, что их отличает от рыб, то, что у них уже разделяется кровь на венозную и артериальную, как так называемую, да, но при этом появляются два предсердия и один желудочек, без перегородок. То есть кровь в какой-то момент смешивается и двигается по, знаешь, лягушке в венозной там смешанной, да, и возвращается она также смешанной и так далее. Это говорит о том, что есть зачатки, задатки на то, чтобы произошла какая-то эволюция в дальнейшем. Что касается пищеварения, там все точно так же, как было в предыдущем разу. И единственное, что меняется, органы дыхания, да, у рыб это были жабры, а у лягушек появляются легочные мешки. И что же из себя представляет легочный мешок? Дело в том, что эволюционно легочные мешки произошли, как и у двояко дышащих рыб, из пищеварительной системы. То есть наши легкие с вами, это не что иное, как бывшим, не знаю, допустим, зоб, да, непосредственно, где хранилась раньше пища. Теперь там хранится кислород, и мы сможем с вами дышать. После всего этого, значит, лягушки думают, что они несовершенные, пора бы стать более совершенными. И как раз-таки эту участь на себя берут тритоны, саламандры, они более похожи, такие хвостатые, да, на следующую форму. И превращаются в рептилий, да. Тогда это были древние ящеры, теперь это у нас рептилии. И часть рептилий делится на несколько таких небольших отрядов внутри себя, да. То есть часть из них становится змеи, да, ящерицы непосредственно. Часть из них превращается в черепах, да, то есть непосредственно. А есть еще те, которые сказали, мы пойдем еще дальше, и превратились у нас в крокодилов. И вот все эти представители, различные, да, чешуйчатые, вот, допустим, те же ящерицы, приобрели очень уникальную структуру своего сердца. В отличие от земноводных, внутри сердца появляется перегородка, которая начинает двигаться то вправо, то влево. Тем самым не позволяя полностью смешиваться крови, да. И тут уже появляется четкое разграничение венозной и артериальной крови. При этом всем артериальная кровь у нас несет большое количество кислорода, а венозная несет у нас большое количество питания, да, то есть и большое количество углекислого газа. Значит, все это начинает эволюционировать всю систему органов более совершенно. Появляются тулочные почки, да, тазовые, так называемые. Они там себя чувствуют очень хорошо, там начинается все эти, значит, разделение мочи, да, то есть непосредственно от нашей непосредственно плазмы, да, то есть этих ящеров. Затем у них появляется внутреннее оплодотворение, это куда лучше, чем наружнее. Уже не надо искать воду, да. Каждое яйцо покрывается еще какой-то кожицей, либо скорлупкой, что дает дополнительную защиту от испарения воды. И эти яйца непосредственно уже могут существовать вне воды. Что же происходит дальше? Крокодилы, будучи одним из представителей доисторических этих ящеров, да, непосредственно древних ящеров, динозавров так называемых, они эволюционировали еще лучше, да. У них появилось четырехкамерное сердце, два предсердия и два желудочка, что позволило им быть более отличимыми от других рептилий. Но самое интересное то, что как и все рыбы, как и все земноводные, как и все рептилии, они все хладнокровные, то есть они не способны поддерживать собственную температуру тела, не в зависимости от окружающей среды. Если мы посмотрим дальнейшее развитие, то появляются две ветки. Одна ветка это звери, да, или же млекопитающие, и вторая ветка это птицы. Те и другие эволюционируют из ящеров. К примеру, птицы далеко не уходят от ящерицы абсолютно никак. Там, значит, остается все то же строение практически скелета. Единственное, что они приобретают, это наличие новой косточки цевки и килеобразные кости на грудине, а также вороньи кости дополнительно, как ключицы. Вот. Плюс к этому всему зубы их редуцируются, появляется особое строение клюва, да, то есть напоминающее птиц нам непосредственно. И здесь у нас появляются немножко иные включения в органы дыхания. У рептилий появилась впервые трахея и более развернутые с альвеолами легкие. А вот у птиц, помимо того, что есть альвеолы с легкими и трахеи, появляются еще дополнительные легочные мешки, которые заполняются кислородом. Это помогает птицам летать очень высоко, делать меньше массу своего тела, а также дышать кислородом. Дело в том, что на тех высотах, в которых летают птицы, очень мало кислорода. Там разряжена, значит, атмосфера, и, соответственно, нет чем дышать. И вот эти мешки, запасая в себе кислород, позволяют птицам очень долгое время пребывать на высоте. Кроме того, там, где высоко, очень холодно. Так как там очень холодно, температура тела у них будет постоянно снижаться, и для того, чтобы эта температура сохранялась на достойном уровне, птицы получают в подарок теплокровность. То есть у них есть, собственно, температура тела. К сожалению, поддержание той температуры тела в высоком уровне для них является достаточно проблематично. Это затрачивает большое количество энергии, поэтому они вынуждены очень много кушать. Кушать при этом всю твердую пищу и обладающим большое количество углеводов. Плюс к тому же пищеварительная система желудок не совершенно не такой, как у человека, и не может дробить эти зерна. Соответственно, все эти птицы, как и, в принципе, рептилии, вынуждены есть камни для того, чтобы дополнительно механически обрабатывать эту пищу. Дальше птицы продолжают нести яйца, внутреннее у них оплодотворение, ничего больше не меняется, укорачивается только хвост, да, и вырастают лапки, да, и они уже становятся на двух лапках ходить, а двумя они летают. При этом у нас есть четкое разделение водоплавающие птицы, да, подводно-плавающие, туда же можно отнести, значит, летающих птиц, да, и наземных птиц, страусы различные и так далее. Вот. После того, как мы изучили птицы, остается у нас последний представитель, это млекопитающие. Млекопитающие полностью идентичны человеку. Единственное, что мы можем выделить из этих всех млекопитающих, это первозвери, да, то есть это и истинные звери. Первозвери — это те, которые несут яйца, и хидно, и утконос. Два представителя, больших там нет. Остальные, все непосредственно истинные звери делятся на две части — плацентарные и сумчатые. Сумчатые у нас остались только в Австралии, все остальные вымерли. В Австралии мы помним с вами кенгуру, различных сумчатых собак, опоссумов и так далее. А что говорится о плацентарных? Это все представители. В том числе и человек является плацентарным представителем этого всего, значит, семейства. Что говорить о структурах, да, то есть мы полностью идентичны. Наш скелет человека такой же скелет, как и у лошадей и так далее. Единственное, что у нас происходит, это видоизменение каких-то частей. Допустим, лошади являются травоядными, они, значит, непарно-копытные, у них копыта закрыта. То есть у них немножко другая структура, если мы посмотрим на конечности, да. Но в то же время мы можем с вами увидеть общесхожие кости. Все это видоизменение в результате того, как млекопитающие приспосабливались к жизни. Дело в том, что все млекопитающие произошли от одного единственного предка. Это что-то было похоже на посум, маленькая такая крыса, которая питалась сегодня насекомыми. Часть из этих крыс решили питаться вообще растительной пищей, а часть из них решила питаться все-таки мясной пищей, да. И, соответственно, в это разделение произвело травоядных и непосредственно хищников. И если вы посмотрите на эволюцию человека непосредственно, то вы увидите очень большую закономерность. Дело в том, что начиная от этого непонятного опоссума строения крысы, да, то есть появляются лемуры, за ними происходят макаки различные. За макаками наступают обезьяны, да, то есть уже это похожие гиббоны различные, непосредственно там гориллы, шампанзе и так далее. И вот где-то в этой среде появляется предок человека, который дает нам непосредственно гоминид развития эволюции человека. Видите, как все очень близко, да, мы очень близки к непосредственно лемурам, да, они такие смешные достаточно, ребята. Что говорить о внутренней строении? Все точно так же. Единственное, что у млекопитающих, которые питаются травой, появляется вырост аппендикса. Он достаточно крупный. Почему он происходит? Потому что им нужно запасать всяческих бактерий для пищеварения и для ферментации травы. Некоторые травоядные приобретают различную структуру желудка. В желудке появляются 4 отсека. В первом отсеке травоядные запасают питать, запасают ту же траву, да, свежесъеденную. Там первичная ферментация происходит. Потом эта трава через второй отдел попадает обратно, значит, там, где у нас находятся челюсти, да, у них все жвачные зубы располагаются в дальней части. Они перетирают снова эту траву, непосредственно измельчают ее механически и отправляют ее обратно в третий и четвертый отсек. Вот в этих отсеках происходит ферментация, а вот в четвертом отсеке, он называется сычуг, именно там появляется такое вещество, как пепсин. И вот этот пепсин заставляет разрушаться, значит, всем тканям, которые они съели, да, в частности и бактериям, которые произвели для них большое количество каких-то белковых компонентов и так далее. Дело в том, что травоядные используют траву как источник питания для бактерий, большого количества бактерий. И эти бактерии помогают целлюлозу расщепить до каких-то простых соединений, таких как сахара и так далее. Помимо этого, эти же бактерии способны синтезировать, допустим, тот же триптофан, да, то есть аминокислотный компонент, белки различной формы, а также жиры, да, и вот всем этим питаются млекопитающие, непосредственно. А что говорить о хищниках, то у них пищеварительная система точно такая же, как и у человека. Глупо говорить, что человек был травоядным, не был он никогда травоядным. Это, значит, непосредственно заблуждение большинства людей. Дело в том, что если мы посмотрим на строение пищеварительной системы человека и посмотрим на строение зубов человека, то мы увидим с вами, во-первых, в зубах очень большие клыки. Эти клыки позволяют именно разжевывать, значит, мякоть, именно разжевывать мясные какие-то части. Если посмотрите, у всех хищников также строение, да, идёт, ни у одних травоядных нет таких больших клыков, как у человека примерно. И пищеварительная система. У нас есть какие-то отсеки для хранения тот же редуцентный наш непосредственно аппендикс, да, но он тоже хранит последним известием бактерии, позволяющие нам переваривать пищу и, значит, растительные какие-то остатки. Вот, но, тем не менее, человек является всеядным, он может употреблять углеводы, жиры, белки различного происхождения, главное, чтобы это было не ядовито, да, вот, и при этом использовать максимальное количество энергии из полученной пищи, что касается этого. Что говорить о дыхательной системе? Дыхательная система у нас совершенна, у нас есть трахеи, у нас есть непосредственно альвеальное древо, да, альвеолы. Это всё совершенная лёгочная система. У человека, как и у других млекопитающих, значит, два круга кровообращения. Первый круг кровообращения зациклен на лёгочной системе, он малый считается, он насыщает кровь кислородом, а непосредственно большой круг кровообращения начинается после малого сразу же в сердце. И этот круг называется у нас большим или же тот круг, который приносит нам пищеварительные компоненты. Этот же круг учитывает и те компоненты, как, допустим, наши органы печени, органы почек и так далее. То есть мы здесь и насыщаем кровь питательными элементами, и освобождаемся от ненужных компонентов после биохимических реакций наших клеток. Вот, круги кровообращения начинаются с левой стороны. У нас есть желудочек, левый желудочек сердца, оттуда начинается круг кровообращения большой через аорту, дугу аорты. Там есть четыре выхода, три из которых направлены вверх и один самый большой, который направлен на всё тело. Затем кровь приливается в ткани, насыщает кислородом, повторюсь, это артериальная кровь, она богатая кислородом и питательными компонентами. Эта кровь попадает в клетки, отдаёт питательные вещества и туда же закидывает ещё кислород. Затем кровь перетекает через капиллярную систему и через клетки нашего организма, перетекает в венозные капилляры, оттуда попадает в вены и возвращается в правое предсердие. В правом предсердии находится нижняя и верхняя полая вена. Затем из этих вен собираются в маленьком предсердии, из правого предсердия попадает в правый желудочек и из правого желудочка начинается малый круг кровообращения. Кровь попадает в артерию малого круга, но там течёт венозная кровь. Значит, венозная кровь в артерии двигается через капилляры, начинает обогащаться кислородом, переходит в венозную и вот уже в венозных сосудах течёт уже артериальная кровь и попадает она в левое предсердие. С левого предсердия в левый желудочек и круг замкнулся, он опять начинает двигаться, поэтому мы являемся замкнутыми кругами кровообращения. Кроме этого, из-за того, что мы потребляем большое количество энергии и питательных компонентов, наша печень способна вырабатывать тепло. Тепло это разносится всей нашей кровеносной системой, поэтому мы тоже считаемся теплокровными существами, да, то есть и все млекопитающие также. Откуда произошло слово млекопитающее? От понятия млека и питающего, питание молоком. Теперь ты знаешь, как сдать ОГЭ по биологии, а если ты планируешь сдавать экзамены по другим предметам, то переходи на наш канал и готовься к экзаменам.